доброе утро уже без десяти восемь я отвезла антошку в общем в темпе сегодня потому что сержини не было дома он рано уехал тотчас я отвожу антошку быстренько он просто просыпается сразу умывается и быстро в садик я приезжаю гришка как раз с афонькой дома афонька правда еще до сих пор даже спит но я все равно фонику самого естественно не оставлю но всех тащить тоже нереально и быстренько сюда домой гришеву проваживать а вот и афоня проснулся гриша провожать на автобус в общем сейчас афонику поцелую будем завтракать до конечка будет делать чайок это я нечаянно нажала все теперь давай заварничек сахар отодвигаем да берем наш чай нет нет сахар уже хватит давай вот сюда вот теперь бери заварничек вот так вот этот чайничек все теперь можно поколотить до ложечкой до размешиваешь че сахар до сахарок размешиваешь да ну что пойдем пить чай не хочешь пряничек а изюм будешь изюм все ты чай попил фоня тут сразу не отходя от кассы да ну и как чай понравился тут чуть-чуть попули навязали 4 петрушки 4 щавля еще сейчас 4 укропа тут заказали афоня гуляет на улице да сынок пойдем на качелю кататься ты все мерил а покажи как ты меряешь нет это так едешь а так вот так ты меряешь сколько сантиметров 5 скажи 5 и так делал пошли кататься нажимал на кнопочку хорошо папа кота это фонечку я пока щас укропчик он привез свяжу 4 пучка укропа какая-то буря вообще наверное заходит будет дождь сильный потому что тучи очень темные черные прям все небо затянуто грешки буду звонить чтобы наверное я его заберу то он хотел сегодня идти пешком но я чувствую что не получится у него идти пешком пока нет дождя вывесила и куртки постирала детские после выходных от вани ну все грязные поэтому сейчас все пока ветерок дует пусть просыхает буду следить как только дождь начнется буду снимать быстренько что там батарейки нашел а как ты их нашел там это песок скажи песок ты что еще лопатку нашел что будем делать паску скажи паска такая красная ты сам ну как пасочка получилась ты сам будешь мама тоже хочет можно и маме можно маме ну давай мама давай поможет тебе да полную нужно насыпать песочка на ты пока вытягивай все листики листики вот отсюда вытягивай ты вот видишь листики нам так будут мешать да все насыпаем еще вот смотри здесь сюда да и вот че листик один будет нам мешать а теперь переворачиваем и ты вот так говори паска паска получись паска паска получишь да а теперь снимай ну и как получилось ладошка большая или маленькая мама еще давай покажи где получилось такая красивая красивые ладошки а кто их сделал мама тебе помогала так и скажи мама помогала еще будем но пошли сейчас дедушку проведем хорошо поня дедуля открывает ворот сам да давай давай сына открывай вот умничек давай вместе давай пони еще и выезжать надо выходи все маши дедуля пока гриша уже со школы приехал так там школе грешу что давали кушать давай переодеваться а поня что ты кушаешь скажи мороженое как фоника заснул и мне сейчас переклинило мне хочется плова приготовить на костре я в общем-то сейчас промыла для начала вид залила его водой вот она опять стала мутно сейчас опять буду в общем промывать в общем он будет стоять в воде чтобы из него выходил вот этот весь крахмал или как это правильно называется в общем чтобы вода была чистая не мутная пока буду разделывать утку сейчас все это раздела порежу лук морковку и пойду на улицу распаливать костер буду в казанчике готовить плов с уткой у нас столько утки сейчас просто мы уже съесть как-то приехали нам башка девушкой дали уток и теперь нужно их кушать решила пока ничего не покупать из мяса хотя хочется уже не знаю даже чего-нибудь такого индейки например мне хочется попробовать и понимаю что она не сильно отличается от курицы по вкусу ну все же думаю когда нибудь куплю так ладно сейчас займусь с пловом пока афоника спит ну что разожгла я костер самое трудное в приготовлении плова это разжечь костер разкалила в общем уже казанчик забросила туда мясо вот я буду мешать все в общем оно уже то еще все равно уменьшится сейчас буду жарить его обжаривать и добавлю соль и специи Ух ты, какой звук классный. Обалденный. Шкворчание мяса и дров. Дрова еще так трещат. Здорово. Добавила я соли, специи. Специи у меня просто в есть. Мы на рынке покупали уже готовые специи, смесь специй для плова. Так что сейчас будем готовить мясо, потом уже добавлю лук и морковку. Так вот пловик. Уже морковка, лук. Я уже водички добавила, чтобы потушилась уточка, чтобы не была такой жесткой. У нас дождик капает такой маленький, но капает все равно. Кто приехал к тете Вере? Зоя? Ты будешь плов кушать? Ты в меня стреляешь компотом? Ну давай, я пошла плов доваривать, а ты кушай, хорошо? С мамой, да? Где твоя мама? Вон там сидит. Ну сиди с мамой, сейчас тетера придет, да? Пришли гуси, пощипали, пощипали. Пришел слон, потоптал, потоптал. Пришел дворник. Все, поднял. Поставил стоп, поставил стоп. На стол печатную машинку. Я пришлю жене и дочке разноцветные чулочки. Дым, дочка, дым, дочка. Еще? 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 Ага, мы сейчас собираемся ехать. В общем, Виолетту сейчас отвезем. Мы сейчас Гришу на карате, сейчас подорасчушу. Афонечка, иди обувай сапожки. В общем, я такая лошадра. Плох у меня, а фу, получился отвратительный. Потому что мясо нормальное, а рис прям такой подгоревший. Ну, по крайней мере, запах у него такой. Вид у него такой, потому что это утка. Ну, оно же темное мясо. Ну, вышел, потому что Гриша. В общем, когда я в тот раз готовила плов, получается, мясо готовилось на таком более или менее сильном огне. Когда уже рис закидывать, то там угольки. То есть жар есть, тепло есть, но вот такого огня нет. Но Гриша вышел, начал там подкидывать дрова. Там еще огнище больше стало, чем это. И, в общем, короче, рис подгоревший. Так что есть это невозможно. Придется это есть собачкам. Наверное, в общем, вот такой вот сегодня супер ужин. Прям расстроена. Ну, ничего страшного, бывает. Сейчас, ладно, поехала отвозить всех детей. Так, купила я сейчас на ужин пельмени таких вот больших. Не знаю, раньше были, назывались они казачьи. Какие сейчас будут, не знаю. Три розовые помидорки, молоко завтра для кофе. Какой-то слабодачи с ночной, сетчуп. Попробуем. И мандарин уже взяла. Не знаю, привезли. Прям целый ящик стоит. Вроде бы сказали, что сладкие. Ну, попробуем. Хоть какое-то должно быть ощущение приближающегося нового года. Уже поставила коду на пельмешки. Еще хурму купила. Хурму мы очень любим. Вот эту вот мягкую именно. Поэтому шесть штучек купила. Так, у нас уже девять часов. Сижу я на волейболе. Я уже позанималась с детьми. То есть, вот мы где-то без двадцати восемь приехали. Сержиня быстренько собрался на волейбол. Поехал. У нас одна сумка. Поэтому мы быстро Гришины вещи выкладываем со спортивной, с этой красной сумки. Туда ложим Сержинина на волейбол. Нужно просто Грише купить побольше сумку. Потому что защита у него не влазит. Да, Афоня вот ходит с фотоаппаратом и всех фотографирует, да? Покажи, как ты всех. И все улыбаются. Как надо улыбаться, сынок? Вот так надо улыбнуться. И ты будешь фотографировать. Кака. Я, в общем, поняла, что в это время как раз по конец Сержини. Мне без него как-то вообще лень лежать. Даже телек смотреть лень. Поэтому я буду в это время там вытирать пыль, что-то складывать. Я слышу, сынок, что у тебя кака. Сейчас я приду. Так что сейчас у меня его где-то в 10 заканчивается. С 8 до 10 волейбол. И потом он где-то минут 20 еще едет. Поэтому где-то до 10-20 я готовлю теперь вещи детям с вечера на завтра, что одевать в школу и в садик. И, в общем, пытаюсь хотя бы пыль немножко... Ну, не то, что прям везде, но хотя бы кое-где протирать пыль где. Вот смотрю, что есть пыль. Нужно еще, наверное, сегодня помою холодильник, пока его нет. Так что сейчас, наверное, этим займусь, потому что в холодильнике полный капец. Так, выключила я. У нас, в общем, двухкамерный холодильник. Верхний сам холодильник я отключила. И сейчас все отсюда вытащу, помою все полки. Что? Что, ты хотел выключить? Ну, сейчас я выключить. Ты будешь включать, хорошо? Да. Хорошо. Так что сейчас посмотрим, что из этого получится и что здесь останется. А, подожди. Так, я тут все повытягивала. Полочки я помыла просто в раковине. Сейчас все не стекли. Я их сейчас вытру насухо и буду ставить в холодильник. Что там у тебя, сынок? Покажи. Кто тут? Марсик спит с машинкой. Ему так нравится спать. Да? С этими гвоздиками спит? И с этими гвоздиками спит? Да. Он умеет их забивать? Да. Умеет их забивать? Да. Умеет, да? Там? Лоточком? Мам. Угу. Что это? Там. Мам. Мам. Дом. Дом? Мам. Ну что, холодильник уже чистый. Я уже тут все разложила. Все готово. Ура. Главное, что полки чистые. Потому что после того, как я сюда ставила уху, вот это вот все черное было от котелка. Ну, от костра, в общем. Все такое черное было пятно. Сейчас все красота. Осталось теперь только помыть посуду. И то тут все, что уже не очень свежее собачка. Благо у нас есть, кому все это кушать. Что было это? Сейчас было гигантское. Ты что, не видела? Угу. Мама, я сейчас сделала вот так, на весь ковшик, на всю ширину ковшик, на королю. Уина, пойдемте. Пузыри любят. Какой красивый, да? Моя петроник. А, видала? Угу. Сняла? Да. Огромнейший пузырь. Тебе-то самому понравился? Мне да, я вот как попробовал один раз. Короче, я могу лазить уже. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok